Андрей, ну, собственно, вообще, первые, не первые подобные опыты. Вот как с детьми ввозиться? Насколько сложно, интересно, в эмоциональном плане и так далее? Ну, были, конечно, такие. Опыт тоже приглашали поработать с ребятами. Но могу сказать, что с детьми намного сложнее работать, чем уже с готовыми футболистами. Потому что тут, в принципе, когда у тебя готовый игрок, уже готовый вратарь, его только форму поддерживать, немножко где-то направлять какие-то моменты и все. А здесь людей, можно сказать, маленьких девочек, мальчиков с нуля учить, это, конечно, в принципе, и нервов где-то может не хватать. Ну, хорошо, что здесь условия еще хоть более-менее есть, в принципе. Поэтому я бы сказал, что наоборот, здесь с детьми только тяжелее. Ну, а что, в первую очередь, нужно, чтобы вот из этих ребят, ну, если хотите, из полуфабрикатов от таких сделать вратаря, ну, не знаю, на своем опыте, то есть как у вас это было? Ну, тут банальные вещи, в принципе, это главное желание огромное. То есть в любую погоду, там, неважно, там, дождь у тебя, там, в школе что-то не получается. Я всегда там приходил на тренировку, как и многие, не пропускают тренировки, ну, понятно, по возможности. И, ну, любить это дело, чем ты занимаешься, то есть не надо там условно, если у тебя душа не лежит, просто ходить ради галочки какой-то. Ну, и, естественно, терпение и избежать травм каких-то, потому что у многих ребят не получается. Много талантливых ребят я увидел, а у них просто из-за травм каких-то, из-за каких-то других мелочей не получалось. Дети и родители не верят в своих детей, потому что говорят, вот, надо в школе учиться, надо университет закончить, не занимаясь футболом. Ну, я могу сказать, что футбол такая же, там, школа жизни, поэтому, если ребенок в футболе выдержал и добился каких-то высот уже в начинаниях, там, условно, 16-17 лет, то это уже дорогого стоит, потому что конкуренция высокая достаточно в этом виде спорта, поэтому только желание и терпение. Ну, а как, собственно, понять, что вот этот парень вратарь, этот никак не вратарь, в конце концов, они еще в том возрасте, когда полевой игрок может перепрофилироваться в вратаря и так далее? Ну, Джун Луиджи Буфон вообще в 15 лет в ворота стал, в 16 лет уже дебютировал, поэтому здесь ребенок может 13-14 лет играть вообще в нападение, а потом только встать в вороты. Ну, а как он может повезеться в вратаря? А здесь, на самом деле, здесь может быть и дело случая, и в любом случае, там, опытный тренер, например, тот же Кузнецов Александр Игоревич, он это заметит и может сказать, давай-ка ты, парень, не будешь там бегать в защите или в полузащите, а посмотрим, как ты в воротах, потому что, может, и данные, может, человек резко вырасти в какой-то момент. Это, опять же, дело случая, где-то, как часто бывает, и основной вратарь там получил там травму, не пришел, стал нападающий игрок, у него поперло, и он стал неплохим вратарем, а в основном так и бывает. Ну и, собственно, вот ошибки основные у ребят какие, потому что, вижу, вы подсказываете, что-то говорите, то есть вот, что главное донести сейчас? Да, у них-то в тот возраст, когда все эти моменты, они-то исправляются, вот, потому что, условно взять, там, мое поколение, кто там конец 80-х родился, даже начало 90-х, там, у меня особо тренеров вратарей никого не было, там, у меня первый тренер вратарей в 18 лет, только, можно сказать, такой полноценный появился, и, конечно, у тебя будут пробелы в технике, еще в каких-то моментах, а здесь, в принципе, ребята, есть хороший тренер вратарей, там, они сейчас, у них есть все условия, поэтому здесь каких-то проблем я не вижу. Именно направить, подсказать, это здесь, в принципе, уже такое время в мире настало, что у детей такие условия, что работают тренеры квалифицированные, поэтому здесь все отлично, у каждого я вижу и данные, и задатки, в принципе, в Ульяновске без вратаря вы не останетесь. Ну, а, собственно, как, узнают, подходят, говорят или пока еще? Сейчас? Да, нет, ребят, ну, они же, наверное, и на футбол ходят, многие, конечно, и, ну, я только вот приехал, сейчас мы и пообщаемся тоже после работы, если кто-то захочет какие-то моменты уточнить, вот, поэтому без проблем.